Всем привет, с вами Крадлус играем на Радбире на 11 и 16 сервере. Сегодня у нас 11 сервер, но в этом видеоролике я расскажу и покажу, как я покупал себе монополию бизнесов, а то есть тиров. Все начиналось с того, как я сначала поднял в казино, это было в этом году, этой зимой, примерно, возможно, даже в декабре прошлого года я пошел в казино, поднял 300 миллионов, об этом даже есть видос, я поднял много денег, и этому послужило не только поход в казино, также я выбил с контейнера 300 SL, это еще плюс 100 миллионов. В общей сумме поднял где-то миллионов 300. У меня вообще на этот момент не было бизнеса, мне было только дом на рублевке, самый первый, и пару машин. Я задумался, поискал бизнес и нашел себе бизнес такой, как Тир в Арзамасе. Ну ладно, на этом история, так сказать, пока затихла. Мы держали его, и держим уже 10 месяц, плюс-минус, и радуемся Финке, потому что Финка там достаточно хорошая. И буквально неделю назад, или даже две, или полторы, но это особо не играет роль, моему брату написал человек, который предложил купить два Тира, то есть в Южном и в Эдово. Ну что мы дали незамедлительный ответ, начали торговаться, думать и обсуждать эти два бизнеса по их Финке, и вообще стоит ли покупать за такую цену эти бизнесы. Цена была следующая. Мы договорились в итоге на 122 миллиона за два Тира. Получается, вообще у меня с 122 миллиона наличкой не было, но у меня было наличкой 60 миллионов и имущество. И имуществом я предложил ему гараж высокого класса и дом на Рублевке, который был у меня на кольце. Я думаю, из видосов вы помните, какой он и где он находится, потому что большинство моих видосов по ловле, да и вообще даже не по ловле, начиналось с того, как я записывал начало вступления видоса на Рублевке, будучи на какой-нибудь там BMW с номерами А777, АА77. Я думаю, это вы прекрасно все помните. Так вот, я доплатил за второй Тир гараж высокого класса плюс дом на Рублевке. Давайте лучше я вам покажу на видосе, озвучив его и все показав сразу, потому что рассказывать на словах особо так невосприимчиво. Я поставил гараж высокого класса плюс 8500 миллионов, то есть 8500 тысяч. Ну а взамен же этот игрок, которому предложил обмен, поставил свой Тир в Эдова. И получается так, что 8500 это те деньги, за которые я должен был продать дом, потому что дом надо было продать этому человеку, а у него денег, собственно, не было. И вообще, как бы, надо было продать ему дом, чтобы еще деньги мне, как бы, вернулись с этого дома, как раз-таки. Мы обменялись и поехали на Рублевку. Сразу первым делом мы с моим знакомым Кристо Крадлес пошли на склад, закинул я туда деньги, чтобы ему их, как бы, передать 52 миллиона. Но у меня не было ровно той суммы, которая была нужна, то есть 60 миллионов. Я положил сначала 52 миллиона, и потом уже, когда продал дом, начал переводить ему, собственно, эти 8 миллионов. Деньги он снял, и мы поехали в банк. Я же начал переводить ему 8 миллионов в 500. Значит, Тир у меня уже на этот момент был. Мы приехали к Тиру Пуля, который находится в Южном, и Андрея Рамирес, то есть это второй владелец этих Тиров, кинул Кристи Тир этот за 60 миллионов, а тот его купил. Я думаю, самое интересное, самое интересное, это монополия, монополия, то есть 3 бизнеса, это получается Тир в Арзамасе, точное название не знаю, вроде Тир Пуля тоже самое, как и в Южном, или Молния, на самом деле, я их даже не запоминал. Знаю, что есть Тир Пуля, Тир Молния и Тир Шот. Все скорее Тир Молния, это как раз-таки в Арзамасе Тир Шот, это Ведова, который у меня был, и Тир Пуля, это в Южном. Сейчас Тир Шот, который вообще изначально был у меня, он у Арэти, потому что на момент записи видоса, так сказать, с рекламой, с уведомлением, что мы изменили процент зарплаты штатным дальнобойщикам 75%. Сейчас как раз-таки я это все продемонстрирую, потому что тот видос вообще практически просмотров не набрал, вообще минимум. Не знаю, что происходит с моим каналом, но надо что-то исправлять, и я пытаюсь максимально это сделать. Процент мне штатным рабочим 99% и процент штатным рабочим 75%. Чтобы вы все видели, на запись этого видоса я себе взял эту ТК-шку и Тир Шот я отдал временно, как и взял временно, ТК-шку эту Арэти Кеннеди. Думаю, теперь прям самое интересное, это финансовая статистика наших, получается, ТИРов, а то есть монополии ТИРов. Первый ТИР, давайте начнем с самого такого дешевенького, с финкой такой маленькой, и перейдем уже к самому крутому, то есть к ТИРу Арзамасе. Итак, финансовая статистика ТИРа Шот, то есть в этого. Первый день у нас, понятно, сделал 23 тысячи, но это как бы, ну понятно, потому что первый день, и первый день финки особо нету, все время так. Второй день уже другая ситуация, 135 тысяч, и на третий день 132, то есть, ну вы понимаете, вообще 10 человек и 11 человек, 14 числа 11 и 15 числа 10, особо разницы нету, финансовая статистика одна и та же, считайте почти что. Этот скриншот был сделан до обмена Сарэти, то есть до обмена стыка Батрева временно, еще раз повторюсь, поэтому только такой скриншот есть. Перейдем к следующему бизнесу, это ТИР Шот, ой, ТИР Пуля, если не ошибаюсь, в Южном. Первый день, то же самое, только в ТИРе Эдова 23 тысячи, а здесь 25, но 2 тысячи, считайте, что больше. Следующий день 133 тысячи, особо тоже разницы нету, но уже на следующие дни 201 тысяча, 246, и потом пошло 136, 3000 вообще не знаю, что там было вообще, конечно. Возможно продукты кончились, хотя там они вроде были, точно сказать не могу. Но здесь разница в посетителях есть, потому что, как мы видим, здесь 14 человек, 15 человек и 18. Разница, конечно, небольшая, но все же она значительная именно прибыли. Буквально 3-7 человек и разница в прибыли совершенно большая. Ну и теперь самое сладенькое, это финансовая статистика ТИРа в Арзамасе. Первый день 151 тысяч, но это как и во всех остальных, хотя бизнес уже был у нас в нашем владении целый день. А вот на следующие дни уже начинается жесть, потому что последующие дни, как минимум от 200 тысяч мы видим, и 14 числа 289 тысяч, и посетителей здесь, прошу заметить, в два раза больше, чем в Тире Эдова и в Тире Южный. 26 человек, 27, 17, 13, и так немножко пошло на понижение, но это бывают такие просадки во всех бизнесах без исключений. Так вот, 289 тысяч, 307, 267, 216, и сегодня 51 тысяча, но это, конечно, еще мало, может быть, еще накапает побольше. Получается, ребята, вот такая у нас финансовая статистика, она довольно-таки большая, для таких бизнесов тем более это монополия. И давайте, наверное, я покажу такой интересный факт, я уже показывал в одном видосе, по какому, я думаю, вы знаете, а если не знаете, то это прошлый видос о заработке большом, там, где я говорил, что зарплата 75% от заказа. Я показал такую интересную менюшечку, которая находится в G-меню, и сейчас я вам все это покажу снова, потому что это очень интересно, я бы хотел, чтобы увидели многие информации о компании. Если ты владелец, ты получаешь себе вот такую информацию. Получается, доставлено груза 501 тысяча, это только за сегодня. За вчера же я видел, было 600 тысяч, но это уже было вроде как позднее, но это не суть. Выплачено сотрудникам за сегодня 3 миллиона, почти что вчера было 4, но всего скорее я записывал вчера видос чуть позже, чем вот это время. И заработок компании 868 тысяч. Но это с учетом того, что мы получаем только 25% от всего заработанного. Если бы, конечно, было меньше процента, то есть самый минимальный, вроде там 15, у нас бы плюс-минус, наверное, финка была бы чуть больше 3 миллионов. Но это, конечно, если бы был такой актив. Хотя вряд ли будет кто работать в ТКшке, в которой нету, по сути, ну, зарплата вообще минимальная, 15% только от заказа. Не знаю, конечно, а если тебе добрить показывать финку, но я все же покажу. Итак, изменить и финансовая статистика покажет за вчера, получается, да? За вчера 125... А, это сегодня. Это всего... Да, это сегодня. За вчера же 1 миллион 259 тысяч. Это, в принципе, нормально, потому что 25% получается мы получаем, то есть владельцы бизнеса. Если бы были все 100%, ну, где-то было бы 4-5 миллиона. Ровно 5 миллионов. Ну, почти что ровно. И это очень даже хорошо. Но это было бы хорошо, если бы бизнес работал автономно, то есть без вообще взаимодействия игроков. Хотя таких бизнесов, по сути-то, вроде даже и нету. 1 миллион 250. Я думаю, это хорошо, это даже отлично. Тем более с таким процентом большим для штатных дальнобойщиков и маленьким для владельцев этой компании. Но я думаю, видосик получился таким информативным, довольно-таки даже интересным. Но знаете, что бы я хотел? Я бы, конечно, хотел, чтобы были хорошие просмотры на видосах, но от зрителей это практически не зависит, потому что, зайдя на мой видос, вы никак не сможете отрегулировать эти просмотры. Но от вас я единственное прошу, что не забывайте про этот канал, не забывайте про меня, не забывайте смотреть мои видосы. Также хотел бы сказать и напомнить, что работает мой промокод прекраснейший. П-коды ввести его можно через свою команду и написать кратно с большими буквами при регистрации до третьего уровня. Вы получаете 50 тысяч от системы и получаете от меня лично 100 тысяч. Плюс при самой регистрации на сервер вы вводите в поле пригласившего мой ник Сантерик Радлес, при отыгровке которого я отдаю вам ровно 70 тысяч криво валюты. Плюс получается за промокод от всех отыгрованных бонусов вы получаете 150 тысяч. Это с промокода только. И за ник 70 тысяч, то есть 220 тысяч. Я думаю, старт очень хороший, потому что на эти деньги вы можете либо купить себе машину, либо пойти ловить себе недвижимость, жилье какое-нибудь, либо же оставить деньги и идти работать куда хотите. Но я вам бы пожелал и посоветовал поработать в нашей транспортной компании, как минимум попробовать. Возможно, вам понравится. Тем более условия вообще выгодные для работников штатных, особенно, потому что не имея фуру, зарабатывать такие деньги это просто... Это имба. Для внештатных дальнобойщиков без изменений 99% получаете от заказа. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной игры. Всем удачной ловли, которая, возможно, будет. Но сначала надо стабилизировать просмотры. И всем удачной работы вообще и в жизни, и где угодно. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.